Арками, а в первый день он блестяще начинал против фокуса, и было видно, что фокус ему в начале в самом важном проигрывает. Кроме второй игры, вторая игра там сразу понеслась не туда, но после первой игры было сложно. Это еще сигнал, что он не уверен. Да, заканчивая с Хэппи, пока что заканчивая с Хэппи, Хэппи настолько затренировывает свои стратегии основные, что они прекрасно работают без всякой подстройки, без всякой... Ну да, да. Была похожая тема у Дэдмана, кстати, что ты знаешь, что он будет делать, все знают, как он будет играть. Да, да, да. Но никто ничего не может исполнить против этого. Да, еще мапхак. Тоже сложно было победить. Ладно, не будем в эту сторону, давай подумаем, что это за карта, как ты думаешь, с точки зрения орка против хумана? Что здесь можно сделать? Я пас, сразу же просят чуть-чуть тебе сделать потише, и я этим займусь. Продолжай. Не займу, давай. А, не так же, больно, стой, хватит, нет. В общем, хуманы здесь качают архимага в трех разных местах, на самом деле, что он будет это делать, получают третий левел, и с третьим левелом он уже смотрит, что делает орк. Если орк идет в Виверн, там, скорее всего, либо бисмастер, либо алхимик, а если орк не идет в Виверн, а идет стандарт, то там либо бисмастер, либо алхимик, либо, ну, возможно, МК. То есть, мы все это увидим, я надеюсь, что нам все это покажет наш товарищ. Сколько кэшу лет? Сколько кэшу лет? Я думаю, 28-30. Ну, то есть, достаточно опытен, да, чтобы посмотреть и увидеть. Молодец. Тем более, фоги забрел. 29, говорит, хандрот. Я попал как раз в диапазон. Молодец. Повезло. Приятно. Да, да, приятно, когда. В общем, то есть, он достаточно опытен, чтобы что-нибудь сделать. Да, посмотрим. Будем посмотреть. А раз уже нельзя, уже менять ему будет, да? Ну, видимо, в разрезе данного матча против фокуса нет. Если там, как я помню, старые правила, голда, по крайней мере, года до двух, ты можешь между играми менять, между четвертьфиналом и полуфиналом, между сеткой брекета менять, но внутри одного матча ты не можешь. То есть, ты поставил хумана, ты играешь хуманом все свои, весь свой бот-3. А прикольно бы было, да? Так, ты поставил хумана, подождал, там, если у тебя 7 минут первые прикольно начались, такой, нет, продолжаем играть, да. А если твой Таураж с самого начала провалился, такой, нет, нет, ребят, дайте другую расу поставить, что-то здесь фигня какая-то. Какие-то гранты здесь мелкие, какие-то архимаг какой-то, при чем здесь архимаг, думают, он вообще никогда не об архимагу архов. Я же за архов играю, вот, посмотрите. Подлаги, это, к сожалению, трансляция, выпадают когти, это то, что вижу у Блэйда и колечко у архмага. Побежал архмаг урывками попытаться второй взять, но кажется, он сейчас встретится с Блэйдом. Они, ох, так, перебивает лечение, нормально, начало неплохое. Я очень агрессивно пошел к кэшу. А, слушай, я же вспомнил, как же он играл, блин, за Альянс. Он же псих ненормальный, он как этот, как инфи. Его не смущает то, что у него архмаг не качанный, понимаешь? Ну да, сколько не смущает. А здесь очень важен вопрос, если нам покажут, там идет уже грейд на Т2 или не идет еще у кэша. Если не идет грейд на Т2, то он подстроивает чуть больше рабочих, чтобы с милицией кипиться. В какой тайминг отменил второй Боро, который кончил. Сейчас, правда, Архимага отменят, а Буру не отменят, и это очень печально. А он отдаст? Нет, не отдает Архимага. О, отменил второй Боро. И что делать? Магазина нет? Да, этот... Фонтанчик. Фонтанчик бежать лечиться. Ой, это очень стрёмно. Ну, конечно, сапоги надо брать. Сапоги надо брать. Помнишь те времена старые, когда надо было кликать усиленно на сапоги? Потому что сапоги заводились в магазин только в единственном числе. Да, мы совсем-совсем недавно только в последнем патче поменялись. Да, это так прикольно. Вот если бы у меня в мое время было вот так вот, то, что сапог много, я бы, конечно, ого-го. Смотри, как он грамотно. Одного Гранта влево, этого Блэйдмастера вправо, контроли Тоба Фонтана. Ну, ты знаешь, мне кажется, что Кэш бы предпочел угадать с Блэйдмастером там, где Архимаг, чем там, где Футман. То есть он гадал. В одну сторону отправлял Гранта, в другую сторону бежал Блэйдмастеру. У Блэйдмастера есть фиток скорости, он бы этого Архимага догнал бы и зарезал. В принципе, он может сейчас, кстати, этим и заняться. Очень опасный момент, очень опасный. Сейчас Элементалем увидел. И зачем Блэйдмастер вообще отвлекся на Элема, я не совсем понимаю? Потому что деревянный фокус. Как мы были деревянными 10 лет назад, так мы и остались деревянными. Слушай, ну он же хороший игрок, он столько онлайн-капов взял, ты же помнишь. Ну, он все равно деревянный. То есть Граби, Лин, они не отвлекаются, Флай не отвлекаются. У них есть квест надогнать Архимага, они этот квест будут исполнять. А тут мы нанесли 8 лишних ударов по Элементалю, что-то там. Ну, книжечку где-то выбили. Это же очень важно было выбить книжечку. У нас же второй уровень, начало. И даже если нам выпадет книжка опыта, мы все равно ничего с этой книжки не поимеем. Опыт уже не падает все. А, то есть нам как бы эта книжечка была до звезды. То есть Свиток скорости, Виндвог, Архмага могут сейчас подрезать, пытается заблочить. Не ударяет еще, смотри. Да, он деревянный в этом плане. То есть он молодец, но он деревянный. Бывает. Кто там водить, это я фокус. А почему? А потому что я вот такой. Так, у нас здесь просто... Саха доделывается, АМК скоро выходит. А здесь еще... Подожди. Это что будет у нас? Рифлокастеры. Да, очень странно. Ну, это слабенько. Это очень слабенько. Я думаю, что фокус в свое время столько отыграл против рифлокастеров, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да ладно, ее на застройке нет. Зажал, 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 зажал фирмочкой. В смысле? Каким макаром? Ну... Что? Что у тебя? Ну, он не может его, блин, зажать. Такой фермы это... Ну, ладно, ты в курсе. Почему? Он очень может хорошо фермой зажать. А потом ты там... Вот это все отрабатывается. И я думаю, что ты это в свое время тоже отрабатывал. Ты берешь одну ферму, ставишь так, чтобы он не мог выбежать. После удара первого ты отменяешь ферму, ставишь лесопилку. Я так не умел делать-то, что... У лесопилки начальных хп гораздо больше. Ну, это да. И ты... Ну, с большой долей вероятности ты убиваешь... Ой, подбезает. Здесь Райфлмен, скорее всего, будет, да, минус. Ой, но это... Опа, стоп, 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 нет. Опа, 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 ты видел! А, он может спрятаться же. Да, но там рядом магазин, а в магазине что? В магазине подвезли вагов, да? Целое ведро. Ё-моё, а почему он не попытался хотя бы? А потому что у меня трансляция. О, всё, восстановилось. А что было? Я пропустил, у меня лаги были и трансляция. Ну, Блэдмастер умер, как бы, но... А, он даже не попытался встать? Да, в инвиз. Ну, потому что там проблема была в том, что... Было ограниченное количество юнитов на окружении. То есть ему пришлось бы Архмага, например, уводить справа, открывать дырку, и в этот момент можно выскочить. Ну, то есть, здесь же тоже такая вещь, что ты стоишь Архимагом до того момента, как у тебя перезарядится молоток, от молотка очень сложно убежать. Это да. То есть, ты Архимагом уходишь, дырку открываешь, но молоток у тебя всё равно останавливает. Хорошо, но хотя бы молоток пусть потратят. Зачем умирать в окружении, не пытаясь отозревать? Как тебе, кстати, стратегия в рифлокастеров без рифлов? Не, есть рифл один, всё нормально. Там есть один рифл, да? Один рифл есть, ещё будет... Вон, второй подходит, а три — это уже масс рифлок. Два рифла, нормально. Три — это масс, мы уже определялись с этим. Три — это масс рифлы. А четыре? Четыре — это, ну, такой же масс, наверное. Это тоже масс рифлок? Тоже масс рифлок, да. То есть, по сути дела, разницы между тремя и четырьмя, по сути дела, нет, да? Или всё же есть? Если то, и то масс рифлы, то какая разница? Зачем платить больше? Зачем платить больше, да. Смотри, выманивает огры этого командира большого. Надеемся, что ему выпадет какой-нибудь 4-4, ни к чёмный артефакт. Кэш бежит по центру, извините. Может, даже успеет? Нет, не успеет. Нет, не успевает. Ты, кстати, р-пик сзади, теперь я чуть-чуть успею. Что выпало? 4-4, отлично. 4-4 выпало. Ой. Ну, слушай, Кэш выглядит весьма неплохо на фоне фокуса в этом матче. О, книжку прочитал. Так, что у тебя сейчас делает на карте творится? У меня сейчас вызвалась иллюзия у Архимага и побежала влево. Скажи, как это у тебя будет. Да, вот только сейчас произошло. Секунды 4, пауза. Так, сейчас закупка, в магазин забежал Блэйд, купил Свиток, кстати. И пытаются сейчас, конечно, в магазине тоже что-то найти, но кажется, Свиток там только один, правильно? Вот, 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 я не знаю, у меня все равно вперед идет трансляция, начинается, у меня начинается мейн, главное сражение, в котором... Только не спойлерим, не спойлерим, мы лучше молча посмотрим на него сейчас. Так, ну да, минус 1, минус 2. Здесь, здесь, здесь спойлерить-то нечего, здесь просто. Один пришел и убивает другого. Хороший клэп. Ну, хотя, блин, рифлой, минус присты. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, полченцы подошли немножко поздновато, блин. Падает... Падает Райфлмен. 40 лимит на 50, понятненько. Печатка, да? Ну, не знаю. Здесь уже, здесь нечем наносить дэмэдж, к сожалению. То есть, 3 рифла, или даже сколько там, 2 рифла было, вот сейчас вот 3 рифла осталось, они все умрут. А кроме них, молотка уже нет, МК поудохлый. Элементарий. Там еще 3-я СХ очень сильно обогнал по криппингу в определенный момент фокус. Ну да, да, да. Соответственно, 2-го клэпа нет. Это ГГМ. Это ГГМ. Скажи, когда он у тебя ГГМ напишет. Ну, когда табличка появится. Я попробую с ней синхронизироваться. ГГМ по табличке. Вот у меня... Ты можешь попробовать перезапустить? Да, 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 возможно, из-за того, что подлагивало у меня. Сейчас попробуем... Попробуем синхронизироваться. Ну, когда он играл за орков, у Кэша шансов было больше на победу. Почти в любой игре. Ну, за исключением той, где навыпадала артефактор. Ну, неважно, это... Да, да, да. При этом такой фокус, вот такой, как он показывал игру вчера, он, прямо скажем, не достоин выхода. В плей-офф, наверное, Кэш все-таки поинтереснее смотрится. По крайней мере, Кэш интереснее смотрится тем, что он новое лицо. На фоне фокуса, который всю свою жизнь выходит в четвертьфинал и в полуфинал. И там всю свою жизнь упирается в эльфов. Ой, такие, смотри, улыбаются такие. Фокус выиграл. Что ты, Рэма? Что... Вот Рэма пёс, на самом деле. Ты правильно экспериментировал его интервью с Лином, правильно? Лин там прям говорил ему, пёс, 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 пёс. И Рэма спрашивал, ты что-нибудь другое знаешь? И Лин ему отвечал, пёс, ты все равно пёс. Потому что Рэма топит не за тех. Явно не за Кэша топит. Ну, почему? Ну, почему? Ну, они наоборот, за этих, за... За не корейцев, за не азиатов, на каждом голде, что за фоги, что за... Всех, кто приехал. Я ни разу не слышал от Рэма слов, я топлю за Кэша. Вот серьёзно тебе. Да? При этом, да, при этом... Фокус молодец, фокус топ, фокус всё. Эх. И главное, тебя не обвинить в расизме, потому что это что-то торг, что-то торг, наверное, это... Да, да, да. Да. Жалко. Жалко, что Кэш как-то... Ну, вроде Блэйд Акры жил, вроде убил, вроде даже... Но сам мир, наверное, не актуальный. Если говорить о том, что я доволен тем, что приехал на турнир и окружил у фокуса Блэйда, то, несомненно, турнир для Кэша удался. Но что-то мне подсказывает, что Кэш туда ехал чуть-чуть за большим, чем просто окружить Блэйда у фокуса. Это да. Это да. И не поменять расу. И не поменять расу. Всегда есть, кстати, вариант выдернуть шнур у компьютера, у фокуса. Подойти тогда же на камеру. Это далековато. Я помню, что на одном из ланов кто-то там ногой шнур выдергивал. Да, да, да. Ну, здесь можно тоже сыграть под дурачка такой. А я ничего не знаю, это не я. Ну, так, ну, вот же ты подошел, вот же ты выдернул. Не-не-не-не-не-не-не, ребят, у вас камера не там, все не так. Это вообще на меня не похоже. Фокус между... Что ты знаешь о МТВ, кроме того, что там был Тейкер? Вообще, МТВ снова существует или Кэш решил просто, что сегодня я вот в плане НТВ. Нет, МТВ восстановили направление варкафтерской. Там, кроме Кэша, еще есть Хавка, насколько я помню. И наверняка еще кто-то. Хандрад, Киджи, который находится сейчас в чате и посещал разные турниры. Судя по интервью на стримфесте, каким-то образом умудрился внедрить наших игроков в немецкую организацию. Это очень здорово, то, что все это дело развивается. Причем развивается. Я так понимаю, что здесь очень большие призовые. Ну да, здесь 60К больше. Отчуметь, очуметь. Ну, давай, возвращайся, чего покажешь. Да, да, пора. Ну вот еще чуть-чуть подрастут, еще чуть-чуть подрастут, и вот здесь вот уже можно будет подумать. Пока что... Пока что недостаточно. Нет, я понимаю, что, конечно же, достаточно. Достаточно бы было и 55, возможно, даже 52. Но... Да, представь себе, в наше время там сказали, ну, такой турнир у вас будет проходить, там 60К призовых. И ты такой, оп, чик, а я, пожалуй, в клубе останусь на ближайшие месяца 3. До дома я не появлюсь. В общем, давай, по игре снова, снова, снова хуманы. Тут попросили больше по игре. Больше по игре, хорошо. Меньше стартерских переживаний. Ну, пока не о чем говорить. Ну, то есть, тут начало на их Уайлс, это выбор, скорее всего, ну, конечно, как проигравший выбирает эту карту, и... Но он же не играет в эксп, насколько я помню. То есть, он просто бегает и харассит, и потом пушит. Бегает, харассит, пушит, бегает, харассит, пушит. Да, да, да. Хотя здесь есть, например, где отдельно покачаться без Архимага. Пока Архимаг бежит, отменяет все подряд. Буровцы и буровцы. Логово и логово. Могут почистить милиция, может почистить ближайшие. А, кстати, в правом верхнем углу, верно подсказывает, таймер находится. У тебя сейчас сколько там показывают? 1.47, 1.48. Впереди на 20 секунд. Блин, надо сейчас опять попробовать. На этот раз тебе сделать стоп-старт. 2.11, 2.12. Давай попробую. 2.13, 15. А, я, чтобы чатик читать, я включил, да, 2.22, 2.23. Все, 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 почти одинаково. Отлично. Ну вот смотри, бежит Архимаг просто в сторону орковской базы, незатейливо. А при этом, если ты посмотришь на мини-мапу, то... А куда он бежит, господи? Он хочет обмануть орка, чтобы тот ушел, видимо, вправо, а сам идти харасить ему опять боролся на мейне. Наверное. Ну, то есть, это такой хитрый ход. Насколько я понимаю, у него нет других стартовых шаблонов. Как он прекрасно! Красиво, да. Очень красиво, да. Подвел пиона, чтобы подвел рабочего, чтобы элементаль даже не вызвался туда. А кэш, продуман кэш, на самом деле, молодец. Он элементаля вызывал туда внутрь, но пион не дал даже элементаля туда внутрь вызвать. Это очень круто. Слушай, но боро-то он отменил все равно. Да. Аналитика от граби была примерно следующая. Нельзя так ставить два логова, которые не дают твоим грантам между этими логовами проходить. То есть ты поставил два логова и разделил свою базу на две части. А, ну да. И гранты могут с одной стороны или с другой стороны. А вот тонкие футмены, они умеют перемещать. Блин, минус два футмена, ты видишь. Да, да, да. Лавка Архимаг помог добить своего футмена, но не повезло. Сам не добил. Но у арка будут жесточайшие проблемы с лесом. К Т2, а у Хумана будут жесточайшие проблемы с лимитом. Не добивает опять Архимаг, смотри. Он замахнулся, но не сделал выстрел еще. Такие косяки по микроконтроллят. И надо сказать, что второй и на треть третий Блэйдмастер это сильно круче, чем почти второй Архимаг. Да. На такой контактной карте, на карте, где постоянно вы знаете, где вы, ваш соперник, очень важно получить третьего Архимага. Вторые элементали, они бы очень много дали. Особенно они много бы дали на Т2, когда надо будет отменять строящиеся здания Орка. А здесь ты сделал так, что у Орка будет сильно меньше леса, эти здания будут сильно позже поставлены. Не сильно, но позже. Но при этом ты никак не сможешь их отменить. У тебя второй Архимаг, это первый элементали, а там уже много грантов, там СХ уже делается, и у тебя битый Архимаг. Да. А лечи ты в негде, да? Здесь даже фонтанов нет. Но зато Орка, зато Орка строится всего лишь одно здание пока что. И на второе даже близко пока. Нет, вот сейчас уже почти есть дерево. Ну в общем, короче, это тоже попахивает провалом, если честно. На что здесь, как ты думаешь, как здесь можно поступить с Хуману? Пытаться получить быстро своих первых сорочек престов и идти застраивать? Наоборот, я думаю, пассивно надо. Ну то есть кастер, да, но надо как-то перетерпеть еще минут пять без агрессии, потому что в лобешник ты скорее всего проиграешь. без разницы по уровню героя. Здесь очень важно будет, кто первый своих кастеров получит. Хуман кастеров или рейдера спиритволкеров повручит орк. Вот интересно, сейчас если бы нам показали, что там орка на базе, в какой стадии здания. Можно так, у орка 31 лимит, при этом у него 2-3 гранта, 2 героя. Не заказал он еще ничего. Ну, скорее всего. Да, у него еще ничего не заказано. У него ни спиритволкера, ни рейдера еще даже в заказе нет. А здесь уже делаются. Там сорочки, присты, присты, присты сорочки. Сахана на экспанде, там МК вышел. И... Не, надо тянуть, надо крепиться тянуть, выравнивать эту разницу по уровню героев. Никакого экспанда, естественно, ставить нельзя. Отсутствие магазина и вообще возможности лечения. Кэш очень плохую службу играет. Его присутствие на карте сводится только к тому, что ты архимагом и всем бегаешь рядом со своей базой. Не знаешь о том, что делает орк. Где молоток-то? Блин, инвол прекрасно. Как же он поймал его? Да, 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 да. Там 15 секунд беспредела. Но, может быть, и хорошо, что он сейчас... С этим инволом он ничего не убьет, даже не близко. Ой, а вот так может убить. А вот так может убить, если молотка сейчас не будет. А здесь молоток будет! На-а-а-а! Только не надо окружать. Он может убить, убить может! Отбегай, отбегай, отбегай! И сейчас надо очень таймингово просветить. Так там же все еще будет висеть. Сбивай и просвещай. А-а-а-а, не побежал. Не побежал МКой. Обидно. Он не догонял, к сожалению, МКой. Блин. Ладно, но было близко. Но опять же, это в прошлый раз тоже Блэйдмастера мы так аналогичного подрезали. Хорошо, что он большой инвол вот так вот сдал. Это радует. Это очень классно, Вот сейчас бы футмена не сдать, ну и пофиг на этого футмена, и что. Мы сдали в начале четверых, что сейчас нам за одного переживать? Третий левел Блэйдмастера в Орды. Спасал сразу на магазине. Не куп... Аааа, надо свиточек, свиточек, свиточек. Не купил же Орк, да, свиточек? Купил, он у Сухи, он слева отображается. А да. Купил, передал. Ну что, надо дальше? А, побежали, думал, что будет сражение на этом. Надо на маркетплейс, наверное, выходить сейчас, кэшу, по фасту. Он на Мурлок. Смотри, кстати, на соотношение лимитов только что было, 37 на 45. Это очень классно. А зачем кэш сюда лезет? Нет, расскажи мне. Не знаю. Нет, ну нет в этом резона. Я говорю, на маркетплейс надо идти. Какая разница, что там на территории врага? Берешь? Да надо хоть что-нибудь куда-нибудь идти, чтобы хоть что-нибудь крепить. Бесцельные беготня, бесцельные беготня. Он теряет время. Противник закрепил целиком, блин, точку эту с Мурлоками. Пока мы просто дошли, наконец-то, до зеленой точки внизу, из которой даже не падает экспириенс. Да. Сейчас при этом будет очень близко к 3-3 орк. До орка будет 3-3, а у нас будет 2-2. Достаточно печальное зрелище для всех, кто переживает. Можно попробовать сейчас оранжевую точку слева забрать на халявку. Вот это вот хорошая тема. Просто при этом... Да-да-да-да. И телепорт есть, если что, поэтому можно рискнуть. Хотя вот сейчас палец около магазина на глазу проходит мимо. Да-а-а. Пятые, они явно говорят о том, где находится армия. А почему Блэйт не побежал сразу сюда? А потому что фокус деревянный, он не смотрит на миникарту. Вот серьезно. Я это так часто замечал. Я иногда смотрю GSL примерно каждые игры, и там ребята на миникарте видят просто все. Они какие-то настолько мини... Красные... Вот где-то пролетел медивак. Да-да-да. Чуть-чуть задел, все, он точно знает, куда медивак полетел. Ну вот среднее что-то, вот топовое, типа... Я даже не знаю, типа кого. Ты сам все эти имена. Вы сами сами знаете эти имена. А фокус, он... Нет, он не видел этих ребят. Если бы он видел, как те двое парней прошли мимо этой точки, он бы точно знал, где он был. Да. И точно бы его там поймал. Да. Но все равно у нас очень печально. У нас 3 на 2,5, на 3,3, при этом там есть свиток, а у нас есть двое когтей. Если сейчас фокус немножко подтупит, он не будет скорее... Ну, хотя, черт его знает. Короче, нам нужно забрать пару точек на своей половине. Теперь, вот после того, как то же самое сделал фокус, забрать... Но, кажется, он все, он уже не отпускает. Нам бы еще... Ага, да. При этом у кэша было 600 голды, он сейчас тратится под ноль, у него в заказе, видимо, лимита 4. Угу. Ох, и он, видимо, какой-то грейд начал делать, потому что 600... А, он просто в этот список строчку поставил, чтобы там строились ребята. Он выходит из лимита очень грамотно. Грамотно, да. Тайминг отличный. И менты тоже по отличному таймингу. И позиция вроде не такая плохая, как в прошлый раз. Только вот не нужно лезть в низ, пожалуйста. Ну да. Даже можно просто потихонечку выманивать, блин, этих мурлоков. Просто выманивать аккуратненько. Крипится, чтобы провоцировать орка на атаку. Сейчас бы еще очень неплохо бы, чтобы был инвиз на сорочках отправить с какого-нибудь извинвизного фута, чтобы он преследовал и знал, где армия. Фокус начинает потихоньку экспандиться на половине карты Хумана. У него два свитка, кстати, он второй свиток перекупил еще что-то не было важно. Да, выманивает мурлоков. Надеюсь, там... Но это хорошо, кстати, вот эти мурлоки это не минус кэшу. Они станут такой просвойкой между ним и армией кэша. Да. И экспрепочил. Смотри, куда СТК побежал. Да, и Блэйдмастер тоже немножко увлекся, кажется. У него, конечно, есть инвул, но... Так, а где ополченцы? Ополченцы бегут. Сорочку справа подрезают. 62 на 50. Хороший лимит, хороший лимит. Ой, хорошо отконтроливает откаду и смотри слева. Спеллбрекера спас. Почти. Ну, второго, да, второго, извините. Опять сорочка, опять лечение, крит на 108. Свитки все еще есть. У Сахии еще есть маны на пару лечений. Сорочку, ну, почти отконтролил, опять же. Инвул пошел у Блэйда. Никто не атакует СХ. То есть, здесь какой должен быть размен? Понятное дело, кастеры на Грантов, Спиритволкеры на СХ. Это спиритбрекеры на СХ на Спиритволкеры, да. Нет, отступил. Окей, да. Да вроде хорошо. Он сражается просто через атаку. В этом, конечно, большая проблема. Давай, МК, МК, живи, живи, дед, сражайся, живи, как мог. Как никто не мог Телепорт передать, блин, надо. Инвиз. Ты видел это, да? Это скилл. Это называется скилл, а против скилухи не попрешь. Выходи, фокусы, за гриф. Стоп, а нейтралы кому помогают, ты видишь? Они то-то тому, то другому, кажется. И сейчас могут реально очень много дамага, это же дикие нейтралы. Да, да. Смотри за диспейл рейдера, ты видел, как диспел рейдер умер от диспела? Да, ну, бывает такое. Бывает. Это очень, это просто показатель того, что все, фокус разваливается. Слушай, ну, у нас лимита значительно меньше, или это до заказа, или что это, как это понять вообще? Да, это вообще странно. У нас было плюс 12, а става не плюс 12. Мягко говоря, не плюс 12. Еще третий уровень надо получать. Вот это в гранд будет и второй, второй молоток. Там магазин очень классно стоит. Да, есть третий, третий МК, но там четвертый уже, Блейд, блин. Клэп, конечно, бафнули. Это очень здорово. А теперь смотри, у Кэша очень хорошая ситуация, у него освободился лимит ненужных милиций, теперь он сможет без опки построить. Да, но если он выживет вообще здесь. Ну, я хочу просто хоть что-то хорошее найти в этой ситуации. Какой клэп отвратительный, ты видел? Да, не очень хороший. Не будем называть его отвратительным, можно было сделать хуже. Если постараться, можно было сделать хуже. А так он просто ниже среднего. Мана не хватает. Да. Очень битый МК. А, МК, МК, МК. Куда полез? Молоток. У тебя же есть инвиз, инвиз есть. Да инвиз же есть. Да нет, мана инвиз у него. Нет, мана инвиз. Ну да, вот это все. Но это, кстати, было гораздо ближе, чем это было в прошлой игре. Да, но, конечно, не выходит из группы, он покидает турнир. Да. Если он продолжит ховаться и играть, это же его первый такой голод, это первый его финал большой. Я думаю, на MTV он был, и с Хэппи хорошо сыграл 2-3 в первом туре плей-оффа. Ну, он говорил просто, что не уверен в своем мироре, не с кем тренироваться. Вот, и мы видим, что вынуждено. Да. Обидно, очень обидно. Я думаю, что в следующие турниры, когда Кэшнам берется опыта, он отыграет гораздо лучше. что-то мне подсказывает, что он способен сильно на большее, чем это. Ну, умри, умри, давай, умри. Отлично, все, смотри, сейчас мы... Кэмбэк? Кэмбэк, конечно. 23 на 43. Ну, у нас есть маленькая проблема, у нас кто не собирает золото. Без золота очень сложно выиграть в этой игре. Ну, там цеха почти пятый. Да, у нас почти пятый архимаг. Там, кстати, можно... Сейчас же у фокуса при отступлении не осталось никаких нейтралов по... на своей территории. Он не будет просто отступать. Он выкупает в таверне, идет к лавке. Там магазинчик есть у него, стратежный. да. Знаешь, фокус за 12 лет своей игры научился строить магазинчики по карте. Да. Ну, это что, ты видишь? Он там, а мы здесь комментируем. да, да. Мы не можем этот магазинчик построить, мы можем его только комментировать. В этом есть и плюсы, в этом есть и минусы. Нас никто не обвинит в 13 лет бревневодства. Да прекращай ты на фокуса гнать. Но он же хороший. Он же не специально такой. Но он же не лучший, конечно. Конечно же, все равно он топ. Ну, в данном конкретном случае, блин, он лучше, к сожалению. Ну да, да, да. Обидно. 240 криты. Не сдается, конечно, молодец. Но это нереально. Вот мне интересно, кстати, еще вопрос, ничего ли не меняли в последних патчах относительно базового урона критов. То есть, там вроде вернули, да, и все равно почему-то, все равно. Все равно больно или что? Нет, все равно все продолжают покупать эти когти, когда там есть перчатки скорости. Нет, подожди, я уже смотрю. Уже вернули обратно, уже вернули обратно. Теперь криты множатся. Они всегда покупали всех. Я тебе даже больше скажу, что даже если вернуть обратно, все равно перчатки скорости, они выгоднее. Нет, мы с собой поспорить можем долго по этому поводу. Я не согласен. Ну, давай, давай. Давай сейчас досмотрим игру, и у нас будет с тобой отлично 10 минут для того, чтобы обсудить эту тему. Мы это поймем, я согласен. ГГВП. Можем начинать, да? Да, давай аргумент. Аргумент очень простой. Скорость атаки, которая дается стандартно на протяжении всех с первого по десятого уровней, эти 15 скорость атаки, они дают гораздо больше с повышением базового урона, который дает повышение левела героя. А относительно базового урона, эти плюс 6 атаки, чем выше герой, тем они меньше в процентарном отношении дают. И там очень долго ребята высчитывали, и на реддите была прикольная математическая основа, которой было четко доказано, что первый и второй уровень Блэйдмастера не было.